Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 10 апреля, и своеменинный в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Стефана Николая Василия Иоанна. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память преподобного мучника Евстратия Печерского. Был он весьма богат, но согретый Христовой любовью, раздал все свое имение Христа ради и принял постриг в Печерском монастыре. Когда половцы в 1097 году захватили Киев, то ограбили монастырь, порубили многих христиан и иноков, а Евстратия с еще несколькими правоверными продали в рабство некоему еврею в город Корсунь. Еврей этот издевался над Христовой верой и заставлял христиан перейти в веру иудейскую. Видя, что нет у них другого выхода, все решили сами себя уморить голодом, но не отрекаться от истинной веры. Евстратий ободрял христиан, принявших такое решение. И вот все они умерли от истощения, один через три дня, другие через четыре, а некоторые через неделю. Наученный посту Евстратий один остался в живых и выдержал без пищи 14 дней. Разгневанный иудей, жалея о напрасно потраченных деньгах, которые он выложил за рабов, решил отомстить Евстратию тем, что пригвоздил его ко кресту. Но Евстратий из креста благодарил Бога, а иудею предрек лютую и скорую смерть. Тот, взбесившись от ярости, пронзил Евстратия копьем. Так сей Святой Божий предал душу своему спасителю. Его тело бросили в море, но оно выплыло, и от него, как от тела мученика, совершались великие чудеса. Вскоре после этого византийский император повелел сурово наказать всех иудеев в Корсуне за зло и пакости в отношении христиан. «Тот мучитель был повешен на древе, приняв воздаяние Иуды». Всем нам с вами, дорогие мои друзья, нужно научиться одному важному и главному делу. Делу, которое, с одной стороны, человека делает человеком, а с другой стороны, дает в его душу, как солнечный свет благодать Божью. Какое дело, я пока не скажу. Расскажу историю из жизни. Одна женщина рассказала, как однажды, очень устав и возвращаясь с ребенком из школы, и физическое недомогание, и какие-то внутренние беспокойства, и ребенок устал, а еще за рулем, нужно как-то следить за движением, и просто стало так невыносимо тяжело. Вот она поднимается на машине на мост через дорогу, и вдруг обращает внимание на крышу одного из домов. А там на крыше, очень большими, красивыми буквами, буквально на всю крышу большого пятиэтажного дома, написано одно, наверное, одно из самых главных слов в жизни человека. Слово «благодарю». И вот когда она его прочитала, как будто солнечный свет ворвался в ее душу, сердце, и стало настолько легко, настолько все заботы отошли на дальний план, ну потому что, когда человек все, что в жизни происходит, воспринимает с благодарностью, понимая, что Господь — любящий Отец, ну, во-первых, понимая, что Он есть, понимая, что Он никогда не бросает и не дает испытаний, превышающих наши силы, и если мы научимся с благодарностью, как в одной замечательной песне поется «Дождь и снег в любое время года» надо благодарно принимать и дату своего ухода надо благодарно принимать, то душа будет всегда пребывать в радости, в радости от сообщения с Богом. Как-то довелось пообщаться с греками, и, ну, так-то язык непонятен, но какие-то слова, ну, не как вспыхивают, как как-то осмысленные, и как-то укладываются на понимание, о чем идет речь. И вот одним из слов, которые стали очень близки и понятны, прозвучало слово «евхариста», когда, ну, что-то доброе в отношении к ним совершалось, они говорили «евхариста», что значит «благодарю». «Евхаристия», «благодарение». Самое центральное событие в жизни человека, в его отношении с Богом, в котором он более всего может выразить свою бесконечную благодарность, это участие в «Тайной вечере», участие в теле и крови Господнем. Святая Церковь для поддержания и благодарности, и жизни духовной в своих чадах во время Великого Поста оставляет на неделе, хотя службы положено совершать очень сокрушенные, молитвенно печальные, тем не менее, оставляет два дня для совершения литургии. Но не литургия в полном, положенном уставом виде, а литургия прежде священных даров, дары освящаются обычно на воскресном богослужении, на полной литургии Василия Великого, а сохраняясь на неделе, в среду и в пятницу, они предлагаются вснеть верным в виде прежде освященных. Но сама служба по красоте, по глубине, по радости и силе благодарения она ничуть не уступает полноценной литургии, где дары притворяются в тело и кровь Христову. Сегодня как раз, если можно так сказать, экватор, сегодня физическая середина Великого Поста и с завтрашнего дня он уже пойдет на убыль. Мы все ближе и ближе будем подходить к Страстной Седмице, к самым страшным дням во Вселенной, когда люди отреклись от своего Бога, от Спасителя, поверили клевете, поддались ложным обвинениям, увлеклись общественным мнением и отдали Сына Божьего на пропятие. Середина Великого Поста неделя четвертая именуется Крестопоклонной, когда для укрепления сил верующих, для поддержания их решимости на середины храмов выносится распятие Христа, которое является свидетельством воплощенной любви, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего возлюбленного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Крест всегда, если с верой на Него взираешь, с любовью и с искренней надеждой на помощь Божию, дает человеку силы, силы жить, силы преодолевать трудности. Хочется всем пожелать, дорогие мои братья и сестры, усердия в этом замечательном духовном христианском труде, радости, радости от свободы и преодоления себя, радости от обладания собой. Хоть пост он всегда при правильном прохождении и обличает наши немощи, страсти, человек даже удивляется, ну как вроде я не был таким злым или таким унылым, на самом деле был, просто в обычной суетной жизни это все так затирается, зеленкой сверху замазывается, ну и как будто все в порядке. А духовный рак, он изнутри страстями изъедает душу, а пост как удивительное средство вскрывания наших немощей, он обличает болезни, тем самым дает возможность эти болезни принести к единственному врачу души телес наших Господу Иисусу Христу и через покаяние, через молитву, через участие в Евхаристии уврачевать. Дай Бог всем нам сил, ну и конечно же как апостол напоминает, все что вы не делаете, едите или пьете или иное, что совершаете, делайте во славу Божию, делайте с благодарностью, делайте с мыслью, что милостивый Господь дает нам удивительную возможность любое дело превращать в богослужение и помогай нам всем Господь. милостивый 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 Субтитры создавал DimaTorzok